Мы встречаемся с вами накануне Дня Единения. Что он значит для вас, как для депутата парламентского собрания Союза Беларуси и России? Что он для вас значит, как для гражданина Республики Беларусь? Ну, как для депутата меня, для меня это не просто День Единения, это, в общем-то, союзное государство, членом парламента, которого я являюсь. И, конечно, все мои силы, все мои знания, весь мой опыт направлен будет на то, чтобы обеспечивать работу союзного государства и его дальнейшее движение. Что касается меня как гражданина, то я никогда не могла оторвать себя вообще от стран бывшего Советского Союза, в первую очередь, конечно, от наших славянских народов. Я и на сегодняшний день не могу себя представить просто-напросто только гражданкой Беларуси, потому что мы уже давно не знаем до конца, кто мы, по сути, белорусы, русские, украинцы. Потому что у меня в семье, у мужа отец русский, мать белорусская, он русский, братья и сестры у него украинцы, я белорусская, то есть, ну, кто мы, по сути. Для меня, как для гражданина, это огромная-огромная перспектива и огромное благо, потому что мы, люди, живущие в Беларуси и в России, даже не заметили тех преференций, которые дало строительство Союзного государства. Для нас первое, что мы можем свободно ездить друг к другу, свободно общаться, свободно перемещаться, свободно трудоустраиваться, свободно получать пенсии. Тысячи пенсий назначены по соглашению между Беларусью и Россией в Беларуси. Мы можем получать медицинскую помощь. Мы имеем возможность оздоравливать наших детей. Мы можем проводить чернобыльские программы совместно. У нас общаются ветераны, мы их оздоравливаем. Ведь это происходит только лишь потому, что у нас есть Союзное государство. И можно много, огромное количество проектов перечислять, которые произошли не сами по себе, а потому что у нас есть Союзное государство. Но сегодня это воспринимается как дань. И вот это самое главное.